погнали погнали забег слушай я сегодня доел окончательно свой суп пельменный узбекский суп с пельменями дождал попробовать коллегам ну коллеги оценили ну скажи сказали что положил слишком до хера зиры зира оказывается такая штука который надо очень мало уложить сегодня же 14 кровати сломались уф это бывает и такое ничего не скажу редкая карта знаешь что давай мне реликвию босса я хочу повеселиться о да это будет весело глазами к со старту убедительность вспышку можно даже не апгрейдить брофокс привет я улютик спасибо за смайлики пред вадим никс как дела удачи тебе в жизни на стриме всем кто тебя смотрят я у я у я у спасибо тебе большое слушать дела я говорю в дела у меня просто шикарно сегодня был очень хороший день на работе я прямо пролетел моментально а вчера у нас был очень крутой стрим который мне мега понравился от вчерашнего стрима я до сих пор в восторге мы делали если вы не слышали мы делали челлендж пентатлон челлендж делали который начнет выходить на ютубе наверное со следующей недели потому что я так подожди одну секунду нам нужно две энергии на оборону тогда вот так делаем мы делали пентатлон челлендж вчера на стриме и он прошел я не буду спойлерить потому что видосы начнут выходить завтра нет нет завтра они начнут выходить евро видос начнут выходить чуть попозже завтра у меня будет новый пока я поздравляю чувак обмануть реальность обмануть реальность очень хорошо с ловкостью играет у нас пока ловкости нет опять у нас на на будет долгий забег потому что я в этом персонаже не шарю ты знаешь натиск очень хорошая карта если и не забывать правильно разыгрывать а мы играем метки сто процентов я знаю что не все любители метки меток но билд на метки самые эффективные на сердце а пока что нас за созерцающую задача все таки именно знаешь что на вспышку удалять тогда нам гнев не нужен на метках все-таки задача за созерцающую нас именно побеждать пока что они что-либо другое я хочу сначала научиться и побеждать потом мы будем делать интересное челлендж в какой игре а вот потом посмотришь там было пять игр для этого челленджа смысл челленджа но опять же это можно посмотреть все в видосах когда они начнут выходить но тут слишком долго рассказывать и потом потом все это будет ясно какой челлендж какие там были игры так далее тому я диор лайт привет единственное что с не знаю как метки будут играть с глазом из мека ну собственно у нас отличный шанс это потестить до натиск надо будет убирать тоже он он очень плохой с глазом ну в иском случае в этой ситуации в которой мы сейчас или на записях твича можно посмотреть ты абсолютно прав пожалуйста записи твича доступны так что смотрите на здоровье в общем этот суп новый я еще не протестировал он все еще в холодильнике лежит поэтому пока что не известно какие результаты моего сырного супа с сырный суп с кукурузой он все еще в холодильнике стоит его вчера сделал но сегодня я доедал свой узбекский суп узбекский суп я все еще в восторге от него рыба ты знаешь вот та рыба в духовке которую я сделал на подушке из овощей и сверху с овощами тоже я от нее не в восторге в следующий раз я не буду брать минтая минтая оказался слишком безвкусно и слишком пресной рыбой либо я неправильный для него соус использовал короче в следующий раз я хочу сделать минтая под острым острым соусом скорее всего это будет не минтай все-таки скорее всего возьму другую рыбу но я сделаю именно острый соус я не уверен что я буду туда добавлять прямо этот чили перец но что-то типа того посмотрим но планирую острый острую рыбу в следующий раз делать именно в духовке потому что сама идея готовить в духовке мне нравится мне нравится то что у меня получилось с рыбой слишком пресная и помпа мне скучно мне не хватает разнообразия в этом вкусе кстати с глазом змека оставляющиеся карты тоже не очень ах ты гад мы вам можем убить зелькой и не получить сколько урона они сколько мы не получим урона все равно неправильно готовил он безвкусный но впитывает другие вкусы хорошо в этом его плюс вот я о чем и говорю по моему проблема даже не в том что я плохо готовил минтая проблема в том что я сделал неправильную приправу под него мне кажется именно в этом моя ошибка была озарение озарение плохая идея мы не будем играть через зазарение озарение просто отвратительная идея потому что она будет стоить рандомное количество энергии а вот защититься с одной стороны хорошо с другой стороны плохо марла как ты смотришь на заказ кукинг-стримов за твич-пойнты слушай ты не поверишь я думал про кукинг-стримы но вот это вот это есть в чем проблема эта хрень называется zte 520 и в нем очень плохая камера она качество на этой камере хорошая но она сучка не выдает 30 кадров в секунду я чего только не делал но никак у меня не работает здесь 30 кадров в секунду вообще я давал все даже обычно камеры на теле проблем к проблема камеры если камера не выдает 30 кадров в секунду чаще всего это проблема освещения то есть если ты даешь нормальный свет камера начинает снимать нормально то есть если у тебя истутят на камера на телефоне не видают кадры обычно лучший способ ее проверить это вот так вот телефон направить прямо на свет если вот я направляю его на лампу наверху да если камера начинает выдавать 30 кадров в секунду когда ты направляешь прямиком на свет значит камера нормальная ты просто даешь слабо мало света вот эту камеру вот так направь ее прямо на светильник а все равно дает кадров 20 но от силы поэтому кукинг стримы без нормальной камере на телефоне я не могу сделать никак я за кукинги за книгочитательные обсуждательные стримы но стримов книгочитательных точно не будет возможно я уже коллегам закинул идею подкаста по книгам теперь коллеги должны ее потихоньку переварить потому что они никогда ничего такого не делали я один у нас безумец который в интернете снимается и сложно убедить людей на такую штуку когда они никогда не делали до соответственно тут вот всем проблема но я не теряю надежду я верю что у нас получится а здесь играем бдительность а на следующий ход играем защититься если мы его не убьем мы его не убьем болевые точки дадут нам 30 3 урона 33 плюс 6 38 мне кажется их надо здесь играть на следующий ход будет много защиты но не факт что мы ее разыграем если мы разыграем здесь болевые точки мы его должны убить на следующий ход есть хороший шанс на следующий ход 14 урона до получаем но спасибо игра большое тебе спасибо истерика мановение руки слепая удача мановение руки казалось бы такая хорошая штука слабость при каждом разыгрывании защиты вот если бы она стоила 0 я не верю этой карте билд на рагнарёк нормам бы зашел нам никто не мешает рагнарёк сюда добавить дополнительно к меткам это идет неплохо да у меня глаз мека ну и что нам нужны дорогие карты но мы к ним не привязаны мы можем играть и без дорогих карт мы можем играть в принципе как нам нравится глаз мека я уже много раз говорил главная фишка глаза века это то что он дает тебе добор а не то что он дает тебе стоимость карт меняет стоимость карт можно можно брать можно не брать да но то что он дает возможность тебе каждый ход брать две дополнительные карты вот главная его фишка потому что я на в каком-то смысле компенсирует у его недостатки один него недостаток это рандомная стоимость карт вот если бы она стоила 0 а ну это даже не слушая я просто дурак и зовут меня дурак и вся моя жизнь дурак духовный щит мы наверное возьмем дорого но дополнительный набор от глаза зме к то есть это по умолчанию пять карт четыре карты 4d3 будет давать 12 блока без апгрейда ну и соответственно если будет больше добора будет еще лучше 18 защиты я почему так много раз два три четыре пять шесть семь ах 7 карта дат 18 защиты короче духовный щит огонь был неправ духовный щит вообще бомба для нас натиск за 2 лучше чем рагнарёк за 2 окей знаете что не трогайте мой натиск я его удалю только не сейчас мы обязательно с ним натиском разберемся я с ним поговорю и мы разойдемся миром пожалуйста не кидай защиту на гремлина мага спасибо я тоже тебя люблю грим щитоносец да у нас кстати чашка плюс молитвенный барабан и одно из лучших комбо в игре реально вау нам одного урона не хватает ну как говорят кого там жадность фраера сгубила вроде бы щит хорош но дорогой ахаха тут на сцену выходит глаз замека ну что еще раз в жадность сыграть да я очень не хочу здесь болевые точки кидать и терять хп мы 5 хп теряем и скидаем болевые точки я пожадничаю что это барабаны барабан дает дополнительную карту при обоих в бою с обычными врагами да между прочим мега круто потому что у нас чашка ему ну короче мы в два раза больше максимального хп от чашки получаем ура мы это сделали почему плюс два здоровья пропускаешь я пропустил ну пропустил значит дурак приношу извинения тут тут не ничего не могу свою отмазку сказать оформил ли предзаказ на экзит за ганжин нет я большой фанат ганжина но предзаказывать я ничего не буду куда он от меня денется зачем метки на мага он бы от розыгрыша карты умер шо помнишь игры blazing bigs wizard of legend будешь ли проходить hollow knight skill song hollow knight я точно не буду проходить а я не скажу что я имею большое желание играть в hollow knight я его посмотрел прохождение на ютубе но чтобы в него играть играть прямо это мне надо приложить много времени и силы и бла 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 хотя все возможно ничего не буду говорить так а зрение нам не интересно пустое тело наверное интересно что это защита и ногой с разворота чистой за это это будет наш добор да он не совсем подходит под билд но это добор что будем его ногой с разворота наверно стоит казалось что не так уж стоит ну ладно зато у нас на следующий ход будет духовный хит а blazing bigs и wizard of legend мы как раз недавно играли на стриме так что вот 15 блока 12 блока болевые точки не сыграны очень плохо в принципе мы не спешим лаговулин для нас не страшный противник надо всегда духовный щит первым играть я кстати дурак но метки контрят лаговулина очень хорошо прямо в ноль контрят из честно я чувствую твою смерть в конце второго этажа но это знаешь при условии если мы не найдем при условии если мы не найдем еще метам с одной картой меток будет тяжело но у нас много добора очень много добора цветочек вообще бомба ты знаешь я буду настолько жадный чтоб возьму второй ногой с разворота и мы уберем сейчас натиск удары юзать не надо нет ухты этот ход хорош был озарение опять же мы не можем себе позволить у нас уже есть добор в другом виде поэтому озарение мы игнорим и ковать ногой с разворота на духовный щит самый главный апгрейд сейчас в общем так у меня больше честно говоря никаких приключений сегодня не было или событий прямо событий событий таких что пау пыш пыш какой день полный событий я просто хорошо провел время на работе что довольно странно звучит иногда я понимаю работает такое место где обычно надо скучать и печалиться но мне и так я так делать не люблю я люблю получать от работы удовольствие конечно не всегда возможно что ты делаешь не всякая работа для этого подходит да так я так надеялся что мы все-таки вытащим метки сэр с другой стороны у нас дохера блока более чем достаточно ну окей почти достаточно единственная проблема со злизнем с него сейчас слетят метки но я не напуган я работаю сейчас переводчиком работа очень интересная зарплата большая йоу я очень хотел быть переводчиком я учился правда не на переводчика я все-таки учился на менеджера по туризму к сожалению но мы там изучали английский язык и в принципе английский язык я изучаю с детства сам по себе в основном в силу необходимости в силу того что раньше когда я начинал играть видеоигры все видеоигры были на английском языке все эти игры правильно сказать все эти игры которые мне нравились были на английском языке соответственно шансов без английского поиграть у меня было очень мало ну и так и получилось что я выучил английский язык в основном по играм играя конкретно ультима 8 старая старая рпг-шка научила меня английскому языку я не скажу что я стал профессионалом или мастером но какой-то базовый вот уровень который позволяет мне сейчас смотреть фильмы читать книги на английском я выучил именно на играх тупо играя а потому что другого выбора нет русификаторов не было интернета не было ну как интернет был но в таком зачаточном состоянии в россии что русификатор было не найти ни на одну игру соответственно если я хотел играть в в какую-нибудь игру которая мне очень нравится и нету ее версии на русском мне приходилось учить английский я буквально сидел с бумажным словарем читал диалоги в игре и вот так с бумажным словарем переводил мы точно берем облик дэва и мы точно берем подожди одну секунду все точки за три энергии что привет сардар заснул на enter the gungeon вчера пентатлон я не буду спойлерить но пентатлон прошел шикарно то есть я был в восторге и знаешь у нас было самое большое среднее количество зрителей за последний месяц на пентатлоне то есть это был один из самых моих успешных стримов чашку нет уж хотя у нас есть мясо слушай чашка на самом деле не такая плохая здесь идея будет ли еще пентатлон наверное только не на следующем стриме а может быть через большой стрим следующий большой стрим я не знаю что будет я еще не думал я думал поиграть в dark souls рандомайзер я не профессионал dark souls 1 но я прошел первый dark souls без гайдов без читов без каких-то ну подсказок из чата я его не на ютубе проходил я первый dark souls прошел сам с нуля не заглядывая в интернет полностью то есть как будто я никогда не играл первый dark souls как будто dark souls только вышел я вот села играл в него пентатлон будет целым стримом выпущен или отдельными катками отдельными катками я буду видео называть пентатлон челлендж игра номер один там название игры пентатлон челлендж игра номер два там ну ты понял то есть вот так вот рандомайзер на то это я хочу попробовать просто просто dark souls на она уже никому не интересно смотреть а вот рандомайзер мне интересно посмотреть полный рандомайзер только не только я не буду выставлять чтобы боссы вместо противников попадали то есть боссы будут только на месте боссов а противники на месте противников то единственное что я сделаю в рандомайзере наверно не так я честно я не шарю в рандомайзере никогда не смотрел его много я знаю что он есть я так одним глазом видел на ю тубе мне стало интересно хоть болтать давай играть мой стрим черт что то и дело я вообще пришел тут отдыхать я не знаю что вы говорите ваше здоровье я же таки беру корону я очень не хочу силу давать сердцу потому что нас время сердце убивает а корона с барабаном и чашкой не так плохо мы пойдем через магазин и искать метки это нас приведет на элитку но честно я не напуган другой стороны вот здесь есть три апгрейда что нужнее апгрейды или магазина ну дай посмотрю ты перестаешь быть фирмы до увеличиваться урон наш там по-моему магазины нужнее сейчас дойдем до перекраска я подумаю дуркер привет беляя здорово я мог там взять чашку но я трус очень важно это память понимать поэтому меня от взял скидку правильно я говорю тяжко не найдешь метки пойдем магазины для этого возможно найдем метки возможно не найдем с другой стороны с таким количеством добора честно мы можем обойтись без меток дополнительных там хватит одной карты на метки что нам нужно сделать это удалить все остальные карты из колодки нужно сделать просто колоду 5 карт если мы вытащим не кранами кон я давно их даба не будет ладно я предлагал скидка мы удаляем карту мы не нашли здесь метки но мы будем удалять карту до следующего магазина мы получим достаточно золота должны получить достаточно золота для того чтобы для того чтобы еще удалить одну карту то есть опять же не обязательно добавлять метки можно просто сделать в игре в колоде так мало карт что метки будут так постоянно приходить правильно я шарю или я шарю сколько твич прайм стоит я знаю насколько я знаю твич прайм бесплатный в первый раз то есть твич прайм там есть пробный период который абсолютно бесплатный кстати если вы хотите меня поддержать то вы можете это абсолютно спокойно сделать через твич прайм насколько я знаю абсолютно бесплатно да то есть ты я когда-то делал себе твич прайм ты регистрируешься там вводишь номер карты тебе дают бесплатную подписку ты эту подписку где тратишь на своего любимого стримера я рекомендую меня скромность мое второе имя и после этого потом в конце месяца просто подписку отменяешь и на твич прайм и все и ты не потратил денег а стримера поддержал потому что стример любой не только за твич прайм получает тот же бонус который за обычную подписку то есть для стримера без разницы подписался ты через бесплатный твич прайм или через платный твич за деньги абсолютно а пробный период неделю значит поменяли честно я не особо в курсе я подписывался там на твич прайм когда еще он так появился то есть пробный период неделю но подписку ты получаешь на месяц а не на неделю неделя и цему твич прайма но в эту подписку твич прайма входит бесплатная подписка на одного стримера и это эту подписку получаешь на месяц так что вот очень хорошая система мне нравится я правда в последнее время нихрена не смотрю стримы потому что не успеваю поэтому редко им пользуюсь вообще штука очень удобно кей это колода в мега сильно мышц наберем все максимальное здоровье которое можно мне хватит на удаление карты здесь нам может хватить на метки нам должно хватить на метки если мы их найдем да очень жаль что удаление карты не взяли ну ладно наплевать я лучше возьму элитку опять же чем костры самые играбельные карты для нас ну знаю что облик дэвы надо улучшить потому что такая критическая карта для колоды лучше задонатить так как твич забирать половину себе от подписки но в принципе да то есть это опять же не только для меня для любого стримера конечно донаты прямые в разы выгоднее ну его вообще достаточно просто смотреть это и так огромная помощь поэтому если вы смотрите это уже круто спасибо большое смотрите это называется невезение знаешь что хьюстон у нас проблемы да у нас много энергии но я не хочу умирать это что не люблю смерть в последнее время совсем вау ты все-таки нас за дебафаешь надо сделать так чтобы мы его убили на следующий ход метками мы его убьем метками окей тогда урон в него вливать не надо урон надо вливать клинки сюда метки размечтался чашку нам было брать чашка по моему мнению не очень хорошая идея для нас конкретно потому что чашка это это не то что запретная ли тогда у нас есть мясо но на одном мясе можно не выехать было были у нас забеги где мы выигрывали с чашкой были были за безмолвную недавно был забег где мы с чашкой выиграли очень хороший забег но он я все еще в нее не верю в чашку так хороший релик я бы чашку взял может быть если бы у нас был супер мега крутой забег на после вот этого этажа я бы подумал на счет этого до дюрлайт кстати про подписку говорит тоже правильно что подписываясь на тече вы поддерживаете как бы и стримера и твич одновременно что тоже имеет смысл что ты ведь платформа которая дает собственно стримеру возможность стримить что это такое нас закидали ранами нам нужна аптечка сердце нас превратит хрень если вот так вот закидает на статусами мы не сможем их сжечь проблема маленькой колоды то есть вот мы то что мы делаем маленькую колоду дает временную ловкость когда вы разыгрываете атаку ну хотя бы что-то от атак у нас будет можем ли мы потратить хп мы можем нафигачить себе кучу золота потому что на скидка в магазине на что я знаю что жадность и так далее и тому подобное и не смог сдержаться это золото в магазине можно будет охренительно обналичить с абонементом привет баз повеление руки работает с бесплатными картами на оборону нитка и словно вода она была сначала добор делать на надо ну ладно а да и не забываем нам надо сначала атаки разыгрывать потому что у нас дуальность да 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 сначала играем атаку потому все остальное опять же так же и здесь атаку это ловкость атаку теперь духовный щит нифига духовный щит на было раньше сыграть не обращайте на меня внимание мой мозг сегодня плохо работает если он вообще работает когда-нибудь временная ловкость слетает если до временную ловкость если что зельками можно заблокировать она не слетит очень интересный момент то есть при желании мы можем использовать зелье артефакта для того чтобы эту временную ловкость сохранять это надо запомнить на будущее это очень может на сердце пригодится хотя атаки я наверно больше добавлять не буду в колоду но только если эти ногой с разворота или что-то такое какие-нибудь имба пасть копилка ха я у баклажан спасибо за донат снова при отвале на как дела что кушал что делал слушай дела отлично кушал я собственного приготовления узбекский суп сегодня а играть духовный щит сначала узбекский суп собственного приготовления доедал остатки он мне очень нравится хотя коллеги которые попробовали сказали что слишком много зиры положил зира это такая интересная приправа она виде семян идет таких больших толстых семян и ее надо было растолочь ступкой но у меня ступки нету потому что я мужчина не то чтобы что-то плохое в ступке на ступке у меня наличие не имеется соответственно мне надо и окупить и я не алхимик вау нет спасибо ну и в следующий раз я зиру конечно растолку миксали сказали что она зира пишется а не зира как я назвал до этого вот а я еще сегодня решил что буду готовить рыбные котлеты единственная проблема с рыбными котлетами я обнаружил к своему глубочайшему расстройству что рыбный фарш сложно купить оказывается рыбный фарш то очень редкая вещь в современном мире хрен где продается у меня нет мясорубки соответственно сделать рыбный фарш без мясорубки по моему будет сложно но конечно нет ничего невозможного да но признают меня смутные сомнения в том что это у меня получится обман и на удар сыграть да ну энергию мы копим на будущее вдруг пригодится поэтому у меня два варианта ну во первых я готовить рыбные котлеты буду в во вторник да у меня будет выходной во вторник буду фигачить рыбные котлеты естественно я буду не просто рыбные котлеты готовить это будут рыбные котлеты с начинкой если вы думали что я просто рыбные котлеты буду готовить то просите нет это будут мега рыбные котлеты с мега начинкой а вас овощной начинкой я не я думал сделать начинку конец сыр ну или что-то такое но для начала для первого раза. Я не буду экспериментировать. Просто делаем овощную начинку с поджаренных овощей. То есть, что я хочу сделать? Когда ты делаешь котлету, ты берешь фарш и лепишь с него котлету. Я хочу положить, как делают пельмени, в центр положить в центр этого фарша положить начинку и завернуть начинку в котлету, как в пельмени. Для этого мне нужно будет очень-очень такое... Так, подожди. Апгрейд, 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 защититься. Ногой с разворота. Этот парень может быть опасен, но 65 хп. Come on. И... Мне нужно будет делать так, чтобы фарш... Уф, я не буду боевой псалом играть. Он не нужен. Это очень плохо. Я буду делать так, чтобы фарш получился очень густой. Чтобы я мог... сделать... Собственно, сделать так, чтобы завернуть в этот фарш начинку. Поэтому в фарш я буду, наверное, крахмал добавлять. В таком случае план пока такой. Подробностей каких-то других подробностей у меня пока нет. Я еще не придумал. О, апофеоз. Очень слабый старт. Мы получаем 8 урона здесь. И у нас, наверное... Нам нужно не дать у себя украсть облик дэвы. Облик дэвы критичен. Или я его включил? Я его включил. Идиот. Ты украдешь у нас ногой с разворота. Одну копию. Ты украл щит. Щит нам очень нужен. Поэтому волевые точки идут сюда. Баклажан. Спасибо за донат. Сегодня я ел шаурму в одном месте. Если берешь с собой, то кончик макают в чесночный соус. Очень вкусно. Она маленькая. Мяса много было. Место в лаваше называется. Слышал? Нет. Такого не знаю. Но кончик макают в чесночный соус на Ярославском вокзале в Москве. Вот эту шаурму я ел много раз. Она мне очень нравится. Там Так, подожди. Один момент. Так, так. Духовный хит. Теперь 31 блока. 24 плюс 8 30. Болевые точки можно кинуть сюда. На Ярославском вокзале там Нейтан's кафешка. И вот там как раз такую шаурму делают. Она, наверное, по тому же рецепту. Она небольшая. В ней очень много мяса. Я тебе честно скажу. Я в шаурме Я не скажу, что я не люблю мясо в шаурме, потому что это будет ересь. Но мясо в шаурме для меня не главная часть. Я могу есть шаурму и получать от этого удовольствия совсем небольшим количеством мяса. Для меня в шаурме главное, чтобы в ней было вкусное дополнение к мясу. Потому что просто тупо мясная шаурма я не скажу, что она меня не устраивает. устраивает. Но по мне это немного слабовато. Я люблю, когда там есть овощи. Я не знаю по каким это по правилам ли такая шаурма сделана или нет. Я не шарю в правилах шаурмы. То есть я шаурму не готовил дома. Ну, настоящую шаурму дома ни разу не готовил. Я не уверен, что ее можно настоящую приготовить дома в принципе. Поэтому не разбираюсь и не изучал вопрос. И я не знаю должны ли быть овощи в больших количествах в оригинальной шаурме классическом рецепте. Но мне именно вот так нравится. Слушай, у нас что-то слишком сильная колода по-моему. Мы не то, что здесь не получим урона. У нас по-моему нет шансов получить урон здесь. Настоящую шаурму можно приготовить дома, но мясо будет иное. Ну, я об этом и говорю, что, ну, дома-то можно что хочешь приготовить, но будет ли оно считаться классическим рецептом шаурмы или нет? Другой вопрос. Совсем другой вопрос. Я лично хот-доги люблю больше. Ты безумен. Я не хочу сказать, что хот-доги полный отстой по сравнению с шаурмой, но здесь видишь, в чем дело. Когда у тебя есть шаурма, даже такая средняя рука шаурма, не самая топовая шаурма, она будет лучше, чем не топовый хот-дог. То есть, обычный среднячковый хот-дог всегда будет хуже, чем среднячковая шаурма. я не говорю про там хот-доги от мастер-шефа из французского ресторана Ля Буржуа с тремя звездами в списке Мишлен. Я не говорю про эти хот-доги. Я говорю про средний хот-дог, который может себе позволить нормальный человек. Не хот-дог за 200 баксов. Мы берем средний хот-дог, мы берем среднюю шаурму. Средняя шаурма всегда... Она не просто лучшая. Если ты на чаши весов положишь среднюю у хот-дога нет шансов против шаурмы. Ну как? Хот-дог это сосиска и булока. Да, ты можешь туда соуса полить. Да, ты можешь положить сверху лук. Там посыпать. Но если ты начинаешь добавлять еще туда что-то, о, теперь мы сделаем, добавим туда там перец карри, теперь мы сделаем это, это, мы возьмем булку настоящую французскую, посыпем ее семенами тьмина, шаурма здесь тоже вырывается вперед, потому что шаурма тогда начинает делать тоже такую же хрень. Что, по-твоему, если хот-дог может на себя добавить сыр там или еще что-то такое интересное, то шаурма этого не может? Шаурма тоже возьмет это все и тоже сделает. Она будет себя улучшать одновременно с хот-догом. С каждым апгрейдом хот-дога шаурма тоже апгрейдится и становится автоматически лучше, чем хот-дог. Я все сказал. Drop the mic. Нам энергия не нужна. Нам нужно удвоение эффектов зелий. Добавляет восемь. Четыре карты чудо. Я думал восемь. Нам нужны магазины. Окей. Мы смотрим путь, в котором максимально магазинов. Вот здесь два. Три. Отлично. Это наш путь. Шарма больше, ингредиентов больше. Да. Я думаю, что здесь даже не имеет смысла обсуждать. То есть, по мне, это такой вопрос, знаешь, который... Это как говорить, что... рис с мясом лучше, чем суши. Хотя нет, это даже возможно, потому что смотря какой массы. В России есть шаурмичная, где продают турецкий беляш. Берутся-то разогревают беляш с мясом, разогревают, разрезают с одной стороны, накидывают овощи из шаурмы, поливают сон, с соусом, офигенная тема. Ну, к большому счету, возьми любое тесто, мясо, добавь туда овощи, и это будет вкусно, уж как не заверни. Хот-дог в Москве на Красной площади ужасный. Там есть ларек, на котором длинная бумажная сосиска и магазинный хлеб для формы хот-догов. Один чувак отравился, стоит эта хрень 250 рублей. Ну, я не сомневаюсь, что такие хот-доги существуют. Я ел такие хот-доги. В Ярославле хот-доги купить сложнее, чем шаурму. Даже плохие хот-доги. Собственно, стоек с хот-догами в Ярославле нет. Я, воськом случае, не могу вспомнить, чтобы я их где-то видел. Ни одной. Поэтому я не могу ничего сказать про Ярославские хот-доги. Когда я в последний раз ел хот-дог? Я хот-доги ел несколько раз за последние годы. И это было только в... Это было только и исключительно в кафе. Потому что вот так вот на улице они у нас не продаются. Опять же, может быть, это значит, что я не разбираюсь в хот-догах. Я, кстати, только что урон получил. Непонятно на кой хер. Почему я не добил этих чуваков? Ну, я молодец. Потому что, наверное, у жадности должен быть где-то предел, наверное, да? Делие таланта вместо уязвимости. 104 хп. Дамы и господа, 104 хп. Уф. Итак, магазины. Погнали. Закупаем все. Рагнарёк. Ну, нельзя не взять рагнарёк в этой колоде. Ну, кем я буду? Так, ну, во-первых, удаляем карту. И мы ищем аптечку, кстати. И метки можно поискать через Арери. 600 золота. Поиск для зелий, кстати. Эммм. Нет. 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 хп окупилась. Чешуя. Ты знаешь, я даже не буду заморачиваться с чешуей. Нахрен она нужна. Мы сердце, урона у нас на сердце и так хватит. Через метки. Феечка, кстати, у нас хорошо рейснет. Ну, я её, может, выкину. Я, на самом деле, думаю, она нам не критична. У нас ещё два магазина впереди, поэтому сильно деньги тратить не будем. Я у баклажан. Спасибо за донат. В России ни один хот-дог не назаменит сосиску в тесте на вокзале за 40 рублей. Эээ. Не знаю, чувак. Сосиски в тесте. Ты знаешь, сосиски в тесте я всегда предпочту котлету в тесте. Котлеты тоже бывают разные. Эээ. Бывают отвратительные котлеты, которые глаза моих не видели, эти котлеты. Но мне намного чаще попадались безвкусные эээ сосиски в тесте, чем безвкусные котлеты в тесте. Котлета в тесте, как минимум, она будет, ну, типа, жирная, да? Ха-ха-ха. Потому что все равно, что сосиску в тесте, что котлету в тесте ты покупаешь, чтобы быстро пожрать. Если тебе нужно быстро пожрать, то соответственно ты предпочтешь все-таки чтобы эта еда была имела хоть какой-то вкус. поэтому я котлете в тесте предпочтение отдам почти всегда вот в этом случае. О, мой бог. Я думал, сейчас урон получим. Господи. Единственное, что у котлеты в тесте больше шансов быть плохой. Тоже. вот такой минус. Хороший шанс, что котлета в тесте просто будет невкусной. А сосиска в тесте имеет более стабильный вкус. То есть всегда покупая сосиску в тесте ты примерно одно и то же покупаешь. Оно может быть безвкусное, но велики шансы, что он будет средний, такой нормальный, нормальный сосисочный вкус. Ничего особенного. поэтому да, я все-таки предпочту так, подожди. Раз, два, три, четыре, Рагнарек. Так, 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 Рагнарек. Голова, кстати, нас, ну не то, чтобы контрить, но хорошо, что у нас есть Рагнарек. Без Рагнарека была бы, я не скажу, что прям большая проблема, но я бы расстроился без Рагнарека. Банановый пирог. Вот это тема. У меня тетя такие готовит. Сладко, вкусно, вообще к чаю идеально. Никогда в жизни не пробовал банановый пирог. Это то, что вот мне даже как-то в голову особо не приходило. Я слышал, что вроде бы банановые пироги такая штука существует. Но пробовать не пробовал. поэтому здесь ничего не могу сказать. Ты знаешь, я тебе вот что скажу. Между сладким и несладким пирогом я в 100 случаях из 100 выбираю несладкий пирог. ситуации, когда мне хочется сладкого пирога. Знаешь, у меня просто никогда нет такой ситуации. Я всегда предпочту несладкий пирог. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, мне в организме не хватает мяса. Может, я хищник, вампир, что-то такое, да? Но факт, что я сделаю? Яу, посмотри на это. Даже тройной урон. Подожди. Я снял с себя божественность. Ну, лох. полный лошара. Мясной пирог сильнее. Наверное, поэтому. Мясной пирог очень крут. Даже если мы не говорим о больших пирогах, о таких громадных пирогах, гигантах, если мы говорим просто о маленьких пирожках, мясной круче. Ты знаешь, я больше того скажу, сейчас вы почувствуете всю ересь моих понятий о еде. Я предпочту пирожок с картошкой и пирожку с джемом. Возможно, я не ел вкусных пирожков с джемом. Но единственные пироги сладкие, которые я хотел бы поесть, вот даже я бы прямо сейчас пару штук заточил. Это вот знаешь, кто может быть раньше в столовке ходил, да и сейчас они попадаются в столовках, это сладкий жареный пирог с повидлом. Он не запеченный в духовке, а именно жареный. Он жарится на масле, он плоский обычно такой. Кто в столовках питался, знает, что это такой плоский пирог, внутри у него джем, и он обжаривается на масле. Он очень жирный, я думаю, это есть в принципе нельзя. Я думаю, от этого умирают, съев три таких пирожка, но он настолько жирный, вкусный, бомбовый, что вот такие пирожки я готов есть всегда. Фишка в том, что их не найдешь, их сейчас уже не делают, наверное, потому что все, кто делали и съели нечаянно один и умерли от прощай, Рагнарек, было приятно с тобой работать. Но вот эти пирожки мне очень нравятся. Вот это сладкий пирожок, который я предпочту пирожку пирожку не сладкому мясному. Так, ну что-то я не вижу все-таки здесь того, что я ищу. А еще я такие, знаете ли, метки или аптечку? Я даже аптечку больше ищу. Колода очень маленькая, будет тяжко на сердце без аптечки. Вон есть снова Рагнарек, но я не знаю, нужен он нам или не нужен. Я вижу Рагнарек. Я что-то мне не понравился. Апофеоз? Ну, у нас два апгрейда до босса, то есть мы улучшим к примеру пустое тело бдительность. Ну да, апофеоз того стоит все равно. даже с другой стороны может мы купим хороших реликов. апофеоз пустое тело карта вопрос хорошая вещь, но у нас дело в том, что и боев не осталось использовать. Я оставляю деньги. Я не буду пробовать, попеоз. У нас два апгрейда до босса. Мы точно не будем лечиться нигде. А основные апгрейды у нас болевые точки. Мантра. Я начинаю понимать, почему Владик так любит фрай, лишь бы о еде поговорить, как еще сам не превратился в сладкий пышный пирожок или на шаурму не пошли. Я увели, спасибо тебе огромное за донатство с сердечком. Большое, большое тебе спасибо, чувак. Я тебе очень-очень благодарен. Да, Макс Фрай, я не буду с тобой спорить, Макс Фрай мне очень нравится из-за того, что они там много едят и говорят про еду. Я прям Макс Фрай читаешь? Макс Фрай, то есть если вы пытаетесь бросить он все время там курит, особенно в первых книгах, у него постоянно, он хочет курить все время, он вначале не может достать себе сигареты, спойлеры, потом он постепенно находит способ получать сигареты, и он там прям курит и пьет кофе постоянно, и он жрет, он столько жрет, они постоянно что-нибудь едят, и у них такая вкусная еда во всех этих книгах, просто жесть. Мне это Макс Фрай очень отрицать не буду, ты абсолютно в точку попал. У нас еще один магазин впереди, нам не нужно чудо, нахрен его, лучше зельку на силу взять, я бы лучше зельку на ловкость взял, но пока так пойдет. Попкорность, и мы получается скопировали болевые точки, правильно ли мы сделали, какой хороший вопрос, просто я бы сказал на миллион долларов вопрос, можно было скопировать желание, желание очень хорошая штука, одна из лучших штук, в принципе, мы его не можем сбить, как интересно, но что мы возьмем в желании, наверное золото, здесь то сила без разницы, золото это будет для магазина перед сердцем, пытаемся выжать максимум, желание, так же желание на боссе, я тоже на золото сыграю, сила, можно брать, можно не брать, панцирь, ну да, панцирь на боссе пригодится, на сердце, конечно, на, а, отлично, отлично, и это нет, на сердце уж я, наверное, как-нибудь не буду брать золото с желания, хотя можно для, чисто для этого, для понтов, окей, это может быть сложновато, но зельки я тратить не буду, не думаю, что это нужно, баклажан, спасибо за донат, я сегодня замутил кроссовер на гуляш и лобби, оу май гот, вы такие слова говорите, я еще в кулинарии не настолько хорошо разбираюсь, чтобы вам разумное что-то ответить на этот комментарий, одну зельку можно использовать, да, но можно и не использовать, вот такой вариант тоже есть, можно зажать, колода медленная, но с каждым ходом мы становимся сильнее, прям вот каждый ход ну и духовный щит нам будет стащить здесь много добора, головокружение будет мешать, но они сгорают, поэтому не так страшно, намного страшнее бы раны были бы и у нас есть пост наконец-то о, болевые точки пошли, отлично в принципе мы могли бы сразу их распределять это было бы не такой плохой идеей чем быстрее мы начнем распределять болевые точки тем для нас лучше да все равно с деки придется дебаф избивать в крайнем случае мы активируем феечку если очень что-то плохо пойдет но я сомневаюсь по идее все должно быть нормально у нас плюс четыре ловкости я просто я не вижу как как они нас будут пробивать кстати а что за брошь а мы начинаем каждый бой в спокойствии точно отличная штука это ваше спокойствие только спокойствие сейчас я вас настигну и теперь поровну делим между ними все дебафы все дебафы вы понимаете что я имею ввиду фокусируемся на дону но делим поровну так так додона будет больше урона получать но отставать он не будет от деки сильно чашка была бы лучше отстань со своей чашкой чашкой все бы вам чашки чашки ложки а знаешь что нам надо продолжать фокусировать деку дону сдохнет через две метки вот они раз два good bye perfect месяц не играл уже все забыл да я то месяц не играл слайз спайр а вы сэр изволите шутить и так ну первая галька я думаю мы выиграем в любом случае единственное насколько мы выиграем эпично я просветление не буду брать я знаю что его часто берут с этим с а два поста я знаю что просветление часто берут с глазом змека я не любитель честно бесплатный пост хочется сыграть все таки я воздержусь по-моему это была бы жадность вдруг нам на облик эхо не хватит на следующий ход смотри в облик эхо нету желание какое-то херовое за три энергии с я специально здесь потеряю это хп для того чтобы вытащить облик дэвы как можно быстрее по-моему он этого стоит и вот кстати эти ребята имеют для нас контур у них есть отжоги я очень недоволен сложившейся ситуации золото наверное не буду брать да все еще те метки пошли очень медленно но пошли нам тогда стоит пытаться убить копье первого нищета раз на него уже первые метки пошли было бы я думаю плохой идеей это игнорировать вот вот здесь вот здесь я распределять не буду здесь важна скорость спешить спешить можно было бы взять даже не знаю 57 блока хватает окей следующая следующая метка метка убивает копье если мы вытащим сегодня да мы вытащили отлично все победа гарантирована слушай чашка просто мега артефакт я даже не знаю мне сказать нечего по поводу чашки настолько она крута сколько хп она дала сухая ветка подожди не убить бы колоду у нас сжигается только желание ладно не будь тряпкой окей погнали зелье ритуала зелье силы зелье силы у нас сейчас будет вся сила облик эхо облик эхо о смотри на следующий ход нас атакуют у нас не будет защиты я молодец я гений вообще мы вытащим только статусы вру не только статус болевые точки желание болевые точки болевые точки желание на панцирь какая хрень ну goodbye хп было приятно с тобой познакомиться еще статусы хорошо вау окей будем действовать альтернативными методами отри энергия да мне так это нравится окей мы хотя бы сохранили ты знаешь я думал что мы настолько в порядке что теперь мне страшно если я здесь проиграю я буду выглядеть полным дебилом есть все шансы следующая разыгранная атака стоит 0 ну так кстати неплохая штука для нас 4 на 15 раз глаз мека решил подставить по-крупному просто крупнейшим образом хочу обратить ваше внимание на стоимость всех карт в руке они все еще так же стоят но больше всего блока мы получим через защититься оборону пожалуйста игра почему все стоит по 2 и 3 инфляция блять я сфокусирован никто не был так сфокусирован как я сейчас никогда сфокусирован сфокусирован их человеков вы их даже не найдете даже если будете искать окей на следующий ход есть защита не играй добор нахрен чтоб не вытащить духовный щит здесь или может просто попробовать его убить болевые точки будет сотка дамага почти нет нахрен сфокусирован по манове руки оборона защититься обороны нахрен нахрен нет не правило Изи Даже не вспотел Ты Ты, честно говоря, подставила четко Столько херней всякой дала А ты О-о-о-о О-о-о-о